После крушения Советского Союза так выпало, что действительно понаплодилось огромное количество вузов и высшее образование стало абсолютно свободным. То есть его мог получить, начиная от какого-то захолустного вуза и кончая переходом, любой гражданин страны. С одной стороны парадокс, да, высшее образование у нас стало людей намного больше, а работать некому. Понаплодили громаднейшее количество невостребованных психологов, экономистов, юристов и тому подобное. И абсолютно стало непрестижно идти работать на какие-то специальности производственные, даже не инженерные я беру, а просто производственные. На сегодняшний день, если вы откроете газету «Требуются люди», то вы посмотрите, что экономист с высшим образованием получает в разы меньше, чем человек, который ездит на бульдозере или работает на экскаваторе. И, казалось бы, у меня знакомый строитель, крановщика за 100 тысяч рублей искал, а менеджера от 20 тысяч. То есть вот этих менеджеров с высшим образованием уже столько понаплодилось, что они никому не нужны. Вот эти психологи немыслимые, кому они все нужны? Вот. У нас не американское общество, где каждый бежит к психологу, если у него с утра настроение плохое. Нет. Это очень узкий сегмент. И действительно у нас была уничтожена вся база техникумах, инженерная, где надо действительно учиться. И даже люди, заканчивающие МИФИ, БАО, Мунку, МАИ, они опять же устраиваются теми же менеджерами на какие-нибудь Боинги. И опять же занимаются тем, что продают воздух. Или идут на биржу, на Форекс играть. Вот у меня знакомый. Ну, поэтому, конечно, мы вернемся к тому, что должен кто-то что-то еще и делать. Нельзя всем только продавать что-то. Вот. Надо что-то и создавать. И сегодня зарплата автослесаря и зарплата строителя, который имеет квалификацию, потому что за кран, за миллион вы таджика не посадите, она намного больше. Эта специальность более востребована, чем человек, который получил высшее образование по сфере экономики и так далее. Я понимаю, что чтобы из этого миллиона экономистов действительно зарабатывать деньги, это надо вырваться в этот топ, а он относительно небольшой, как и был.